Стефан Анхем. Минус восемнадцать. Пролог. 28 октября 2010 года. Стефан Анхем. Стефан Анхем. Минус восемнадцать. 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 Минус. Минус восемнадцать. 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 и доказательства того, что все произошло добровольно, и что обвинение против него не что иное, как пустые выдумки задним числом с целью заполучить деньги. Иными словами, скоро он сможет делать с ней что хочет. Мужчина помог своей гости снять меховой жакет и провел ее в дом. Как и большинство, доходившие до этой стадии, женщина не смогла скрыть восхищение удобной планировкой, открытым камином с уже разожженным огнем и сделанной на заказ дизайнерской мебелью. И картинами, по сравнению с которыми любой вернисаж в Доме культуры Дункера в Хельсинборге казался выставкой детсадовских рисунков. Он предложил ей что-нибудь выпить в нижнем баре, заверив ее, что никто так хорошо не делает мохито, как он. Она просияла и спустилась за ним вниз по лестнице. Он пропустил ее вперед, и они пошли по выложенному белой плиткой коридору мимо спа. Дальше, по его указанию, она вошла в проем слева от встроенного книжного стеллажа в самом конце коридора. Женщина сделала, как ей велели. Но, войдя в комнату без окон, повернулась к нему с недоумевающим видом. Точно, как все остальные до нее. Все недоумевали. А где же обещанный бар? Вместо бара в комнате стояла большая кровать с четырьмя мощными металлическими кольцами с крепежными ремнями, прикрепленными к тросам, которые, в свою очередь, были натянуты вдоль стены потолка с помощью зубчатых блоков. Все было выкрашено в белый цвет, чтобы не привлекать внимание. Борьба оказалась тяжелее, чем он ожидал. Он не собирался портить ее красивое лицо, во всяком случае, пока. Она упала на взнеч на кровать, и, закрепляя трос на ее запястье, краешком глаза он заметил, что у нее из носа течет кровь. Она слишком обмякла, чтобы успеть отреагировать и оказать сопротивление, и спустя несколько секунд он зафиксировал ей руки и ноги. Теперь он мог спокойно придать ей нужное положение. Мужчина ожидал, что она, как и все остальные, будет изо всех сил пытаться высвободиться, но она просто лежала и смотрела на него, вытянув руки и раздвинув ноги, словно просила сделать ей больнее. Зачем же разочаровывать даму? Он открыл шкаф, где лежали все игрушки и инструменты, которые он собирал годами, достал партняжные ножницы и недавно купленный кляп, запихнул его женщине в рот, подтянул ремни. По-прежнему никакого сопротивления. С одной стороны, просто мечта, с другой, сопротивление обычно весьма обостряет ощущения. Оседлав свою гостью и срезав с нее одежду, мужчина встал на кровати и стал рассматривать ее голое тело. Стройное и хорошо натренированное, правда, немножко слишком худощавое на его вкус. Бедра, как и прическа, были почти мальчишескими, а над животом в такт ее дыханию поднимались и опускались контуры мышц. Настоящая фитнес-маньячка. Грудь наверняка была бы на два размера больше, если бы она не портила ее тренировками. Но руки ему понравились. Почти само совершенство. Четко очерченные бицепсы и трицепсы. И лобок. Он любил хорошо выбритые лобки, а этот был такой гладкий, словно на нем никогда не росло ни волоска. Он провел взглядом по телу женщины и встретился с ней глазами. Ее взгляд сбил его с толку. Она полностью находилась в его власти, понятия не имея, что ее ждет. И тем не менее, в ее глазах светилось абсолютное спокойствие. Она этого хотела. Однозначно. Он плюнул в нее, плевок попал ей в скулу и стал стекать вниз. По-прежнему никакой реакции. Он опять сел на женщину, зажал правый сосок между большим и указательным пальцем и держал так до тех пор, пока на большом пальце не побелел ноготь. Вот. Наконец-то он ловил боль и промелькнувший страх во взгляде. Довольный и уверенный в том, что ему удастся сломить ее, он вышел из комнаты и пошел в спа, где стянул одежду, справил нужду и принял душ. Он намылил все тело и сделал воду такой горячей, что у него стала гореть кожа. Вытершись и почистив зубы, мужчина положил губку в миску, налил туда теплую воду и гель для душа и вернулся в комнату без окон. Нажатием на пульт бесшумно закрыл проем за собой и увидел, как она смотрит на губку, с которой капала, в его руке. Он забрался на кровать и принялся ее мыть. Эта процедура завела его, и свободной рукой он помог члену встать, пока в жилах не запульсировала кровь. Достигнув желаемого результата, мужчина бросил губку на пол и наклонился, чтобы попробовать женщину. Но не успел он высунуть язык, как получил удар. От боли и громкого звона в правом ухе его голова словно онемела, ему казалось, что она в любой момент может оторваться и упасть на пол. Он ничего не понимал. Что случилось? Она его ударила? Нет, это невозможно, она же привязана. Он провел рукой по ноющему уху и по корням волос прямо над ухом. Крови вроде бы не было, но он четко ощущал, как растет пульсирующая шишка. И тут он увидел, что один из тросов болтается. Он был разрезан. Но каким образом? В ее руке не могло быть плоскогубцев, но они там были. Откуда она их взяла? В другой руке она держала резиновый молоток. Это его инструмент. Он стал вспоминать содержимое шкафа, но успел дойти только до коллекции хлыстов, когда она нанесла еще один удар резиновым молотком. На этот раз удар был таким сильным, что мужчина больше не чувствовал боли и, потеряв сознание, рухнул на нее. Часть первая. 9-15 мая 2012 года. Парадокс Тесея. В греческой мифологии воин Тесей спас 14 мужчин и женщин, которых должны были принести в жертву Минотавру, чудовищу с головой быка на острове Крит. В память о его геройском поступке сохранили корабль, на котором он вернулся в Афины. Скоро судно стало символом того, что даже невозможное возможно. Но силой природы подтачивали корабль, который с годами все больше ветшало и изнашивался. И когда сгнило слишком много досок, было решено заменить самые непригодные. В конце концов, все части корабля были заменены новыми. Тогда возник вопрос. А это действительно тот же корабль, что и в начале? 1. Начальник криминальной полиции Астрид Тувессон испытала сожаление, как только вышла из дому и заперла дверь. Внутри шторы защищали от яркого весеннего солнца, которое на улице светило гораздо сильнее, чем она ожидала. Если она быстро не найдет в сумке солнечные очки, ее голова наверняка расколется от боли. Она уже представила себе, как Ингвар Муландер и его люди ставят здесь оцепление и забирают то, что от нее осталось. Вот, наконец, те самые очки, в царапинах и со следами пальцев. Черт! Внезапно ей приспичило пописать. Как же она иногда уставала от самой себя. Как это на нее похоже? Не сходить в туалет, пока она не вышла из дому и не бросила ключи в сумку, где их, конечно, теперь совершенно невозможно найти. Эта сумка хуже мага Джо Лаберо. Сколько ни ройся, чтобы отыскать ключи, все равно не найдешь. Ключи исчезли, вероятно, навсегда, признала она, после чего спустила брюки и трусы и села на корточки на клумбу. Это все равно и ее сад. Тут она может делать абсолютно все, что взбредет в голову. Если что-то кому-то не нравится, всегда можно позвонить в полицию. Ее так рассмешила эта мысль, что струя между ног хлынула, как из дизайнерского фонтана. На самом деле она не могла понять, почему просто не осталась дома, как собиралась, а заставила себя сесть за руль и повернуть зажигание. Она ведь взяла больничный только в понедельник, три дня тому назад, что не идет ни в какое сравнение с некоторыми ее коллегами. В каком-то смысле виноват был этот идиот Гуннер. Если бы не он, ничего бы не случилось. Она бы ходила на работу и общалась с людьми, а не так, как сейчас, лежала дома и... Но тут ударили по кузову, и она нажала на тормоза. Что происходит? Она поправила зеркало заднего обзора и быстро поняла, что все дело в почтовом ящике. Этот идиот сам настоял на том, чтобы укрепить его, и залил в основание так много бетона, что почтовый ящик без проблем переживет Третью мировую войну. Только этого не хватало. У нее не было сил даже задуматься о том, как машина выглядит сзади. Тувиссон несколько раз дала задний и передний ход, пока ей не удалось свернуть на улицу Сингёгаттен и как можно быстрее уехать, чтобы никто из соседей не успел выйти и уставиться на нее. Это она и имела в виду. Все, все плохое в ее жизни происходило только по вине этого идиота Гуннера. Она повернула налево к выезду на трассу Е-20, ведущую в северном направлении, вдавила прикуриватель в машине и вынула последнюю сигарету из пачки, втиснутой в дверную ручку. Зажгла кончик сигареты и затянулась так глубоко, насколько позволили легкие. Выехала на шоссе и прибавила скорость. Всего лишь несколько лет назад она хотела уйти от него. Она была главой семьи, а он так встал ей поперек горла, что от одного его вида у нее портилось настроение. Но муж цеплялся за нее, и ее угасшая любовь медленно, но верно перешла в презрение. Вскоре она превратилась в ненавидящего монстра, и когда он, в конце концов, сделал единственно правильный поступок и ушел от нее, все оказалось не так, как она ожидала. Абсолютно все. Когда раздался хлопок, Астрид не сразу поняла, что случилось. Боковое зеркало с ее стороны вылетело из держателя, повисло на тонких проводах и стала биться о кузов, как сумасшедший дятел. И тут прямо перед собой она увидела красный БМВ. Тувиссон посигналила, но никакой реакции не последовало. Водитель только прибавил скорость и рванул вперед. «Проклятие! Так легко он не отделается!» Она нажала на газ и скоро догнала БМВ. Больше всего на свете она ненавидела недавно разбогатевших мелких мужчин на дорогих автомобилях. Астрид не сомневалась, что это — мужчина, и что он во всех отношениях мелкий. Обогнав его по внутреннему ряду, она вырулила обратно на внешнюю полосу, включила аварийку и, замедлив ход, показала свое полицейское удостоверение. Будто он мог его видеть. Но один черт, он должен остановиться, и тогда она ему покажет. Но БМВ выехал на внутреннюю полосу и обогнул ее, словно на свете нет ничего легче. «Но какого дьявола?» «Теперь, черт возьми, я объявляю ему войну. Настоящую войну!» Она высунула левую руку из окна, сорвала боковое зеркало и, плотно прижав педаль акселератора к засранному резиновому коврику, погналась за красной машиной. Буквально через минуту Тувессон разогналась, значительно превысив дозволенную скорость. Ее Тойоту Короллу трясло, и машина всячески показывала, что больше не хочет принимать участие в погоне. Но Астрид полностью владела ситуацией, а водить умела как бог, если можно так сказать о самой себе. Проехав развязку Хельсинборг-Южный, она поравнялась с БМВ, мигая всеми фарами. Но у БМВ не было никакого желания снижать скорость. Наоборот, водитель прибавил ход. Он явно не понимал, с кем имеет дело. Астрид засунула руку в сумку на пассажирском сидении. Где-то лежит мобильный, она в этом уверена. Ага. Она нащупала ключи от дома. Естественно, они нашлись именно сейчас. Она выудила телефон и стала искать глазами изображение камеры. Где оно там? Проклятый Самсунг. Как же она его ненавидела? Не говорешь о том безусом продавца, который как упрямый попугай твердил, что андроид намного лучше iOS. В конце концов, она сдалась, только чтобы прекратить эту тягомотину. Но сейчас телефон явно включился. Каким чудом ей это удалось, она понятия не имела. Тувиссон навела камеру телефона на машину перед собой и обнаружила, что съезжает прямо на обочину. Она вскрикнула и изо всех сил нажала на тормоз, отчего машину занесло, и та завалилась на бок. Через долю секунды раздалась какофония сигналищих машин и ревущих грузовиков. Все кончено. Больше ей ничего не пришло в голову. Ее жизнь закончилась, и может быть к лучшему. Она все равно только неудачница, от которой за версту несет климаксом и которая позорит честь мундира. Но ее руки отказывались сдаваться и пытались выровнять машину одновременно снижать скорость. То же самое касалось правой ноги, которая до упора жала на газ. Словно в невероятной компьютерной анимации ей удалось справиться с управлением. Она во все горло закричала от счастья, но уже через секунду попыталась успокоить себя, повторяя как мантру, что все под контролем. Теперь до красной машины ей оставалось 50 метров, и подняв мобильный с пола и опять попытавшись сделать снимок, она увидела, как БМВ притормозил и свернул на съезд в сторону Элины Берга и Роу. Сейчас она его догонит, и тогда берегись.